итак друзья еще раз здравствуйте был небольшой сбой то есть что-то было с микрофоном перезагрузился сейчас вроде бы все в порядке тут тоже некоторые пишут вопросы я наверно отвечу в конце на вопрос который мне написано сейчас слышно все хорошо и так людей у нас сегодня совсем немного вот но тем не менее мы наверно пройдемся по основным моментам и технологии skyway разработана натуре дарыча мининским и предложением которые делает компания skyway капитал может быть даже сегодня больше времени немножко уделим второй части нашего вебинара нашей презентации вот но вначале все равно нельзя не сказать следующей вещи то что компания skyway капитал зарегистрирована великобриталии да ее основная цель ее основная функция это привлечение инвестиций для реализации новой инновационной транспортной технологии который разработала натуре дарыча юницкий компания является официальным партнером группы компании skyway как раз таки по привлечению инвестиций по сути дела вся наша деятельность направлена на то чтобы реализовать идею выхода на мировой транспортный рынок новой инновационной технологии под названием skyway небесной дороги то есть нового вида транспорта который ранее нигде не был применен хотя на сегодняшний день история развития струнной технологии насчитывает уже почти 40 лет человек который является генеральным конструктором технологии сегодня является генеральным директором предприятия струнной технологии который находится на территории республики беларусь где происходит сегодня реализация строительства демонстрационного участка на котором будет показано все что из себя представляет транспорт skyway и будет осуществлена его сертификация ну вот так же антолий дарыч юницкий является президентом группы компании skyway то есть те люди которые уже слышали много раз об анатолии дарыч юницком они знают что это советский белорусский российский ученый предприниматель изобретатель разрабатывает свою технологию с 77 года за это время он был руководителем двух проектов организации объединенных наций то есть он выделял денежные средства на развитие технологии струнного транспорта в начале своей деятельности 80-х годах прошлого столетия он стал членом федерации космонавтики ссср которая одна из первых признала технологию разработанную низким за время внедрения своей технологии анатолий дарыч юницкого более 140 изобретений несколько десятков из них сегодня реализованы на практике уже в жизнь да он автор 19 монографий и более 200 различных научных работ которые сдавались различных изданиях посвященных науке технике и транспорту конкретно более подробную информацию я бы анатолий дарыч юницком видео о нем да то есть есть два фильма почитать информацию кто он что он его труды до ознакомиться с теми же самым монографиями вы можете на сайте 3w nisky.com вплоть до документов которые говорится о заключении государственных контрактов на строительство дорог по технологии струнного транспорта в начале десятых в середине десятых годов нашего тысячелетия но об этом мы с вами немножко позже еще поговорим прежде чем буквально в двух словах сказать об истории развития струнного транспорта да и струнных технологий в целом потому что струнный транспорт это не только транспорт второго уровня который мы говорим в основном да это также строительство мостов взлетно-посадочных полос аэропортов аэродромов строительство высотных зданий строительство зданий коттеджного типа по струнным технологиям строительство портов то есть по сути дело, это очень широкая сфера применения тех технологий, которые разрабатывает и внедряет сегодня Натур Идарович Юницкий, конструктор нашего предприятия. Одно могу добавить, то есть то, что технологии Юницкого, широкого распространения за это время она не получила одна из причин, потому что эта технология отличается от всех транспортных технологий, к которым мы с вами привыкли. То есть человечество уже, скажем так, более 100 лет совершенно спокойно использует автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт еще больше времени используется в истории человечества. Авиационный чуть меньше, но тоже, скажем так, сотни лет уже фактически насчитывая. Но водным транспортом люди пользовались еще в доисторические времена. То есть использовали лодки, потом корабли, галеры и так далее. То есть первый, наверное, транспорт, который был на земле, это был водный транспорт. Ну и в принципе можно посмотреть историю Ноева Ковчега и так далее. То есть по воде люди передвигались давно. Вот кто-то с целью, скажем так, рыболовства и освоения даров моря, кто-то с целью захватнических войн. Новый вид транспорта, который сегодня предлагает реализовать Анатолий Дарвич Юницкий, он отличается от всех тех четырех транспортных систем, которые мы с вами владеем на сегодняшний день. У него огромное количество преимуществ. Он войдет в нашу с вами жизнь уже в недалеком будущем, потому что мы близки к тому, чтобы продемонстрировать осенью этого года, что если этот транспорт представляет, и приступить уже к сертификационным работам. Транспорт затрагивает все три сегмента транспортного рынка. То есть это и городской транспорт со скоростью передвижения до 150 км в час. Это же грузовой транспорт до 120 км в час скорость и до 500 км в час высокоскоростной Skyway. Международный, междугородный транспорт. Ну и чтобы, скажем так, не занимать долго вашего времени, что из себя представляют технологии, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я вам сейчас включу короткий ролик, который называется Transnet о технологии Юницкого. Почему Transnet? Ну, это, скажем так, новая мировая сеть перемещения грузов и людей. Новая паутина, как ее еще по-другому можно назвать. Паутина интернет известна всем, хотя буквально 15-20 лет назад, я думаю, большинство из нас даже не понимали, что это такое, да, интернет, что такое компьютер и так далее. Сегодня это прочно укоренилось в нашей с вами жизни. И без компьютеров, без интернета уже, скажем так, многие люди себе не представляют жизнь, особенно молодежь, вместе, скажем так, с ростом которой развивалась сеть интернет. Итак, друзья, Transnet, двухминутный ролик и будем двигаться. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы неоптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Transnet – жесткость струнного рельса, по своей сути мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождений, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, я не могу сказать, что ролик, который вы сейчас увидели, дает полное представление о том, что из себя представляет данная технология и все ее преимущества. Но, тем не менее, понять, о чем идет речь, скажем так, над развитием какой технологии мы сегодня работаем, я думаю, этот ролик понятие дает. На данном слайде вы видите историю развития струнных технологий, ее условно можно разбить на 4 этапа. Все началось в далеких 70-х годах прошлого столетия, когда еще была такая страна СССР. И до середины 90-х годов был первый этап развития технологий, когда были первые научные публикации, первые заявки на изобретение, признание данной технологии Федерации космонавтики СССР, получение, скажем так, гранта Советского фонда мира на развитие данной технологии, и первая конференция международная, которая прошла на территории Белоруссии. Тема конференции была не ракетное освоение космоса, и о струнном транспорте там говорилось в том числе. С 95-го по 2000-й год Юницкий стал более активно заниматься развитием темы именно струнного транспорта, да, и у него была своя научная школа, он провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу. Вот это было в городе Санкт-Петербурге. В это время были продемонстрированы первые действующие физические модели различного масштаба. Также именно в это время был получен первый грант Организации объединенных наций на развитие технологии Юницкого. И по сути на бумаге отработана технология первого поколения будущего транспорта, да, будущего струнного транспорта, тогда это так называлось. Третий этап развития технологии был важен потому, что о технологии Юницкого узнал весь мир. У Анатолия Юницкого при содействии губернатора Красноярского края Александра Лебедя появился свой собственный испытательный участок либо полигон, это называлось в то время, в подмосковном городе Озер. То есть на данном тестовом участке, который был протяженностью в принципе небольшим 150 метров эстакада металлическая, да, были продемонстрированы возможности струнного транспорта. Именно в это время с 2001 по 2009 год о технологии много говорилось в различных средствах массовой информации. Были целый ряд тематических передач и на центральных, и на региональных телевизионных каналах, да. Анатолий Дарвич вместе с технологией принимал участие, демонстрировал ее на целом ряде международных выставок, форумах, посвященных науке, технике и транспорту в первую очередь, да. И было получено большое количество наград, различных наград. Дипломы, золотые медали, кубки. Вот. Что еще важно было в этот промежуток времени? То, что был отработан целый ряд методик, да, продемонстрировано, что из себя транспорт представляет. Целый ряд делегаций из различных стран посещали территорию полигона в подмосковном городе Озер и увидели, что из себя этот транспорт представляет и задумывались уже тогда, неплохо бы было строить эти дороги на территории тех стран, откуда приезжали международные делегации. Целый ряд государственных структур, ну, основное направление которой как раз-таки развитие транспорта, да, давали свои экспертные оценки и заключения на основании того, что они увидели на территории полигона в подмосковном городе Озер. Планировалось построить дорогу от Озер до Москвы, это, скажем так, более 100 километров, ну, для того, чтобы жители города Озер могли быстро и комфортно добираться до столицы Российской Федерации. К сожалению, этого не случилось. Хотя именно в это время были заключены вот те самые государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Это Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край, Ульяновская область, да, вот. И в этот же промежуток времени на третьем этапе развития технологии, технология была показана Дмитрию Медведеву. То есть я не буду ставить ролик госсовета, если вы обладаете, скажем так, пытливым и хотите это увидеть реально, вы можете легко найти на наших каналах в YouTube эту, скажем так, запись велась в прямом эфире. Точнее, скажем так, госсовет, который проходил в Ульяновске, демонстрировался в прямом эфире на канале «Вести-24». Сейчас это «Россия-24». То есть там были губернаторы всех регионов Российской Федерации, министры профильных министерств и губернатор Ульяновской области предложил внести технологию Юницкого в список тех технологий, критических технологий, которые надо развивать на территории Российской Федерации с целью улучшить транспортную инфраструктуру, ну и обогнать весь земной шар. Так было сказано на госсовете. К сожалению, после того, как закончился этот госсовет, и все-таки было принято решение на выделение суммы порядка миллиарда рублей, то есть было дано указание Министерству транспорта изыскать миллиард рублей на развитие данной технологии в Ульяновском регионе, за короткий промежуток времени, буквально в считанные дни полигона в подмосковном городе Озера не стало. Но, тем не менее, он сыграл свою роль в том, что действительно мир увидел, что технология не просто есть на бумаге, она реально существует, и вот ролик о том, что в подмосковном городе Озера был полигон, да, и на этом полигоне были проведены испытания, то, что технология известна миру на сегодняшний день, то есть мы не занимаемся тем, что вынимаем кота из мешка, да, мы по сути дела сегодня привлекаем инвестиции с целью еще раз создать тестовый участок, полигон, да, сейчас это называется Центр демонстрации и сертификации SkyWay, вот, либо это технопарк на территории Республики Беларусь, сегодня полным ходом идет строительство, и осенью это мы уже будем готовы продемонстрировать еще раз всему миру, что из себя представляет технология SkyWay. Но речь уже будет идти не о втором поколении технологий, как это было на третьем этапе развития, а о четвертом поколении технологий SkyWay. Итак, ролик о полигоне в подмосковном городе Озеры и движение дальше по нашему сегодняшнему вебинару. Готов прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес сделать на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортная система, это очень надежная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1-15, 1-10 и 1-5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей высокоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, мы с вами дошли до третьего этапа реализации технологии струнного транспорта. Сегодня мы находимся на четвертом. После того, как полигон разобрали в считанные часы, наверное, даже в подмосковном городе Озеры, Анатолий Эдуардович Веницкий продолжал работать над реализацией технологии. То есть нужно было все создавать фактически с нуля. Велось большое количество переговоров с людьми мира бизнеса, которым предлагалось проинвестировать свои денежные средства в строительство нового тестового участка, чтобы продемонстрировать возможности транспорта и потом в дальнейшем быть совладельцами данного проекта. С людьми, которые представляют административный ресурс с разного уровня и целого ряда стран, к сожалению, все переговоры заходили в тупик. В 2013 году было принято решение оценить интеллектуальную собственность Анатолий Эдуардович Веницкого. Независимые европейские компании, агентства, которые имеют на эту лицензию, оценили технологию более чем в 400 миллиардов долларов США. На основании интеллектуальной собственности компания была зарегистрирована в Великобритании под названием EuroAzio Skyway Systems и было принято решение обратиться к тем, кому в первую очередь нужен, скажем так, экологически чистый, скоростной, комфортный, намного более доступный по деньгам. Ну и, скажем так, транспорт, который обладает огромным количеством преимуществ по сравнению с теми транспортными системами, которые мы сегодня с вами имеем. Кому? К нам с вами. К тем, кому этот транспорт нужен. И в январе 2014 года, в конце января, появились первые инвестиции у нас в проект от физических лиц по мере возможностей, по мере того, как люди, скажем так, разобрались, что из себя представляет технология. Конечно же, на первом этапе люди шли, по сути дела, на голой вере, потому что показать, как полигон, да, мы говорили, в подмосковном городе Озера было нечего, но были документы, были видеоматериалы, был Юницкий с его верой и упорством, да, все-таки человек более 30 лет работает над реализацией своей технологии. И, как показала, скажем так, выбранная платформа, а платформа называется крауд инвестинг либо народное инвестирование, что эта платформа устойчивая, надежная, и все, что мы сегодня практически сделали за два года, с января 2014 года, это как раз-таки на деньги людей, физических лиц, которые стали совладельцами технологий, приобрели себе какой-то пакет долей компании, стали совладельцами и в будущем будут получать очень серьезный уровень дохода, либо в виде дивидендов, когда компания выйдет на международные финансовые рынки, на рынки инвестиций, да, и акции начнут котироваться на целом ряде бирж, вот, и с прибыли можно будет получать дивиденды, либо от продажи пакетов акций, потому что акция возрастет в цене. Сегодня ее можно будет приобрести, скажем так, за десятые доли порой цента, либо за несколько центов одну отдельно взятую акцию. Ориентировочная цена в конце 2017 года – 1 доллар США. У группы компаний SkyWay есть план, четырехлетний с 2014 по 2017 год включительно, который включает себя в 15 этапах. На каждом этапе необходимо выполнить свою перечень работы, вот сегодня мы перешли в начале июня месяца на седьмой этап развития, вот, и все ближе и ближе к тому моменту, когда эта технология будет еще раз продемонстрирована. На данном слайде вы можете видеть перечень структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения. Он далеко не полный, потому что на сайте Юницкого вы можете найти гораздо большее, скажем так, количество документов, экспертиз, целого ряда государственных структур, в первую очередь Российской Федерации. Но здесь вы видите, наверное, знакомый для вас Гострой России, Министерство экономики и транспорта, Сибирское отделение Российской академии наук, транспортное, да, далее Петербургский госуниверситет путей сообщения, про ООН мы с вами уже говорили. На целом ряде выставок и форумов, что я уже говорил, было получено более 40 международных дипломов и наград. Всего, скажем, за время разработки технологий более 50 патентов на различные ноу-хау, которые Юницкий использует в технологии струнного транспорта. Данный слайд, ну, на нем можно остановиться, скажем так, на час-два-три. Я, наверное, сейчас перечислю основные преимущества технологии по сравнению с транспортными системами, которые мы сегодня используем. Это низкая себестоимость строительства, оказание транспортной услуги. Ну, простой пример. Например, если сравнивать с высокоскоростными железнодорожными магистралями, то экономия по металлу на одном километре составляет от 500 до 750 тонн. Если говорить, например, об оказании транспортной услуги, как заявляет Анатолий Дарович Юницкий, единожды построенная дорога будет служить более 100 лет. То есть ее не нужно будет ремонтировать, ее не нужно будет перекладывать. А что мы видим обычно с нашими асфальтированными дорогами, либо с железными дорогами? Как правильно, важные федеральные какие-то магистрали и так далее раз в два-три года перекладываются, перекатываются, что железные дороги, что автомобильные. Что как раз таки приводит к серьезной тратить денежных средств, человеческие ресурсы, энергия и так далее. Низкое энергопотребление. Минимальный землеотвод. Сотни раз меньше нужно землеотвод для того, чтобы строить дороги SkyWay. Вы видели, что они подняты над землей, чем на обычной автомобильной дороге. Высочайший уровень автоматизации. То есть человеческий фактор будет фактически сведен к нулю. Очень высокий уровень безопасности. И примеры какие? Транспортные потоки людские разведены между собой. То есть не пересекаются. Соответственно, у нас не будет огромного количества смертей на пересечении транспортных путей и людских потоков. Идеально ровная путевая структура. Запас прочности минимум десятикратный. Каждое транспортное средство снабжено специальными противосходными устройствами. Транспорт можно назвать всепогодным. Потому что такие явления, как сильный дождь, снегопад, сильный туман, никак не будут сказываться на передвижении транспортных средств по технологии SkyWay. Далее, климатические условия. Перепад температур, которые будут выдерживать транспортные эстакады и транспортные средства от минус семидесяти до плюс семидесяти. То есть, в принципе, благодаря данному транспорту вы видели в ролике, мы можем осваивать те регионы, ну возьмем Российскую Федерацию, где 60% территории находится в зоне вечной мерзлоты. И, по сути, там прокладывать дороги бесполезно. А вот данная технология позволит нам фактически всю территорию Российской Федерации перетянуть такими дорогами струнными, да, и начать разрабатывать те месторождения полезных ископаемых, например, которые сегодня являются либо труднодоступными, либо недоступными и нерентабельными, да, потому что транспорт туда провести невозможно. Использование возобновляемых источников энергии. То есть, на путевой структуре можно размещать будет ветряные электростанции, например, да, и выработанное электричество использовать либо для передвижения транспортных средств, либо передавать его в пользование, скажем так, внешним потребителям. Вот. Далее отсутствие вредных воздействий на человека и природную среду. То есть, этот транспорт высоко экологичен. Экономия времени и финансовых затрат. То есть, данные дороги можно строить в разы быстрее, чем то, что мы видим, когда строятся железные дороги и автомобильные дороги. Ну и, конечно же, финансовые затраты, то есть, строительных материалов, да, время возведения дорог значительно меньше, чем мы видим, что строится вокруг нас в крупных городах, либо между крупными городами. Далее, быстрый срок окупаемости от года до пяти в зависимости, скажем так, от сложности исполнения трассы, ее протяженности и, скажем, рельефа местности, где это будет делаться. Это важно для людей, например, мира бизнеса, да, потому что данные дороги могут строить и какие-нибудь крупные корпорации с целью, например, разработки тех же месторождений полезных ископаемых. Либо муниципалитеты, либо, скажем так, какие-то частные компании. То есть, тут, в принципе, спектр достаточно широк тех, кто может это использовать. По данному, говорю, слайду можно говорить очень долго. Каждый отдельно взятый пункт рассматривать с разных углов, да. Просто примите пока как данность. Если хотите подробнее об этом почитать, то на сайте Анатолия Даровича Юницкого, на сайте Skyway Capital есть большое количество материалов. Внутри личного кабинета есть подробные, скажем так, буклеты с описанием технологий, ее преимуществ, основных преимуществ, да, либо всех преимуществ, потому что у нас есть разные материалы, там, например, 100 вопросов, 100 ответов того же Юницкого на часто задаваемые вопросы. А для тех людей, которые интересуются подробно техническими аспектами, там есть с формулами, скажем так, с выкладками и так далее. 2014 год, когда началось привлечение инвестиций, ну, наверное, ключевым моментом в 2014 году можно было назвать открытие нашего научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь в городе Минске. В мае месяце у нас появились первые конструкторы, в дальнейшем инженерный персонал, да, а 2015 год стал, как бы, решающим и переломным, потому что именно в 2015 году у нас в начале года окончательно определились с участком местности площадью почти 36 гектар, да, за которые принято решение было бороться, чтобы на территории этого участка строить в дальнейшем, ну, как мы с вами видели, да, тестовый участок, полигон, сейчас это называется центр демонстрации сертификации SkyWay. Вот. В июне месяце на аукционе, который проходил в городе Республике Беларусь, 22 числа было принято решение данный участок местности закрепить за компанией струнной технологии. В конце июня 29 числа была сделана запись в едином государственном регистре Республики Беларусь, да, по недвижимым объектам. Перед этим были конструктивные переговоры на территории Объединенных Арабских Эмиратов, демонстрация технологий, предложение специалистов нашей компании строительства линейного города на территории Эмирата Абу-Даби. Вот. По результатам переговоров намечен целый ряд совместных шагов, которые, возможно, будут предприняты уже в ближайшем будущем. По результатам также намечено, скажем так, возможно строительство такого же тестового участка, испытательного полигона на территории Эмирата Абу-Даби, где-то в 2019 году. Плюс ко всему еще, скажем так, возможно строительство дорог на территории Эмиратов и соседних стран. Потому что если там откроется центр сертификации, такой же как в Республике Беларусь, соответственно, это будет в первую очередь использоваться для нужд Аравийского полуострова, стран, которые там находятся, ну, Саудовского, точнее, Объединенных Арабских Эмиратов в первую очередь. Какие еще важные события состоялись в 2015 году? Ну, наверное, это, скажем так, перерегистрация группы компаний SkyWay на территорию Британских Виржиновских островов и переход на работу в Дуарумико Валенте. Это начало строительства экотехнопарка и по сегодняшний день это продолжается. Началось все это в конце июля. В августе уже были вначале сделаны первые, скажем так, изыскательные работы, взяты пробы грунта и в середине августа началось уже активное строительство экотехнопарка. В сентябре месяце территорию экотехнопарка посетила австралийская делегация, которые и сегодня, кстати, специалисты из Австралии находятся на территории Республики Беларусь и приехали посмотреть, что сделано нашей компанией. Приехали специалисты, скажем так, целого ряда инжиниринговых компаний, которые изъявили желание строить эти дороги на территории Южной Австралии, да. Это очень важный, кстати, момент в развитии наших технологий. Но вернемся к 2015 году. Осенью нашей компанией был получен международный инвестиционный код, так называемый АИСИН. Это процедура, которую, как правило, проходят все публичные компании, акции которых сегодня котируются на различных международных биржах, да. Также осенью состоялась процедура закладки нулевого километра, прошла крупная международная конференция, на которой были инвесторы из целого ряда стран нашей компании. Вы видите, да, изображение нулевого километра внизу, на этом слайде справа. Вот. Осенью 2015 года группа компаний Skyway и компания «Струнные технологии» вместе с Муховичским райисполкомом на территории которого находится Эхотехнопарк, вот, в Минской области, да, приняли участие в тендере в рамках развития программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». Было порядка двух десятков проектов, на которых была распределена сумма 5 миллионов евро. Вот. И какая-то часть этих денег досталась и нашей компании, то есть это вот та часть, которая пришла помимо краудинвестинговой схемы, да. Далее, осенью, в ноябре месяце, группа компаний Skyway стала использовать в своем развитии, в привлечении инвестиций, новый способ, новый метод, да, то есть появились пакеты долей компании нашей в рассрочку. То есть любой человек сегодня может, вкладывая ежемесячно незначительные денежные средства, в итоге получить крупный пакет долей компании, стать крупным владельцем акций нашей компании. Компании это выгодно, потому что, скажем так, мы наперед можем видеть, какие денежные средства ежемесячно могут приходить и, соответственно, планировать расходование денежных средств на, например, заказ на предприятиях узлов, агрегатов, необходимых, скажем, строительных материалов, конструкций, да, для создания городской трассы Skyway на территории Экотехнопарка, грузовой трассы Skyway, да, и в дальнейшем высокоскоростной трассы Skyway, на котором будут продемонстрированы все возможности транспорта этих трех категорий и проведены сертификационные работы. То есть мы говорили про 15-й год, но уже целый ряд событий прошли и в 16-м году важных, да. Госсовет, который состоялся у президента Медведева, когда-то получил, скажем так, свое развитие данной ситуации, потому что Анатолий Дарович Черницкий в начале этого года написал письмо Дмитрию Медведеву, которым поблагодарил его за участие в развитии нашего проекта, за то, что он обратил внимание в 2009 году на развитие струнных технологий и сказал, что, вы знаете, мы нашли ответ на ваш главный вопрос. А главный вопрос у Медведева был, найдете деньги, стройте, пожалуйста, да. И приглашаем вас на территории Республики Беларусь этой осенью для того, чтобы вы увидели лично, своими глазами, что из себя сегодня представляет этот транспорт. После этого, скажем так, было приглашение Анатолия Даровича Юницкого с целью, чтобы он презентовал свою технологию в Министерстве транспорта Российской Федерации и на основании, скажем так, этой презентации экспертным советом Министерства транспорта Российской Федерации 11 февраля, вы видите сейчас, скажем так, слайды с печатями и с подписями данного экспертного совета, то, что технология Юницкого признана инновационной. Мало того, 25 марта все это получило продолжение и экспертный совет признал технологию Юницкого перспективной, то есть возможность использования данной технологии на территории Российской Федерации. Как вы понимаете, непонятно, что, как вот нам иногда говорили, особенно это было год-два назад, да, непонятно, какую технологию, непонятно, каким способом выводимую на мировой рынок, назвать инновационной перспективной невозможно. То есть это, в принципе, ответ тем скептикам, которые уже, скажем так, два года точат зубы и ждут, когда же у нас ничего не получится. Но вот, к их, наверное, сожалению, с каждым днем мы все ближе и ближе к реализации данной технологии, демонстрации транспорта на территории экотехнопарка в Минской области. Важным событием в этом году для нашей компании будет международный форум, который пройдет на территории Германии в городе Берлине с 20 по 23 число, называется он «Инотранс». Там будет представлено более двух с половиной тысяч компаний, которые работают в направлении транспорта. И в категории «Транспортные инновации» будет представлена наша компания. Анатолий Дарвич Юницкий сказал, что на этой выставке мы продемонстрируем транспортное средство, то есть Юнибус, как он будет выглядеть. А в октябре этого года у нас запланирована предварительная конференция на территории Республики Беларусь. И на ней мы ожидаем людей примерно в три раза больше, чем это было на конференции, которая состоялась 23-24 апреля. А было на ней порядка 700 человек, более чем из двух десятков стран. Сегодня, кстати, инвесторов в проекте компании Skyway Capital более 70 стран. По-моему, 72 страны, если не ошибаюсь. Все чаще о технологии рассказываются в различных средствах массовой информации, то есть как в интернет-изданиях, в печатных изданиях, так и на телевидении. В Австралии за последний месяц было несколько передач на телевидении, на радио, на которых Родхук присутствовал, рассказывал о перспективе строительства струнного транспорта. И вот сейчас, с понедельника этого недели, да, Родхук с целым рядом специалистов из Австралии находится у нас на территории конструкторских бюро, на территории экотехнопарка. Они уже были в экотехнопарке, увидели своими глазами, как я говорил, что построено, что сделано за это время. То есть планы развития на 2016 год таковы, что в октябре месяце планируется продемонстрировать уже готовую городскую трассу SkyWay в подвесном и навесном виде. К концу года, к началу 2017 года, окончить строительство грузовой трассы, строительство которой вот-вот должно начаться. Далее, в следующем году компания приступит к строительству и возведению высокоскоростной трассы SkyWay, то есть 15-ти километровый участок, на котором будет продемонстрирован скоростной SkyWay. Ну и, как я говорил, одно из мероприятий в этом году уже было проведено 23-24 апреля, выставка, ой, точнее, экофестиваль, так оно называлось. И 20-23 сентября важное мероприятие на территории Германии. Причем очень важный момент, наверное, о котором я не сказал. Вы знаете, это не мы ходили, обивали пороги, кланялись там в ноги и так далее. Приглашение пришло оттуда. То есть, узнав о технологии, узнав там и о признании Минтранса в том числе, организаторы выставки на транс прислали приглашение об участии компании струнной технологии, об участии Анатолия Городовича Яницкого со своей технологией в этом мероприятии. По сути, о технологии, наверное, все, что я хотел сказать, потому что о нем можно говорить долго. И вы знаете, часто у нас на вебинарах, скажем, рассказ о технологии занимает там чуть ли не 45-50 минут. Сегодня я постарался немного более кратко это сделать, потому что, действительно, рассказ о технологии, если подробно об этом говорить, это может занимать несколько часов. У нас по средам проводятся вебинары дважды для новичков, час рассказ о технологии и дважды в течение среды для тех людей, которые уже стали инвесторами и хотят разобраться в ней подробнее. То есть, по сути дела, два раза по два часа людям дается информация. Там далеко не все, что можно рассказать. То есть, если вы обладаете пытливым умом, если вы хотите понять, что из себя представляют технологии, загляните, пожалуйста, в раздел новостей на сайте либо в личном кабинете партнера. Зайдите на сайт Веницкого, зайдите на сайт компании Skyway Capital, зайдите в личном кабинете, кликните по ссылке на лейдинг партнера либо на лейдинг инвестора. Почитайте о технологии, посмотрите видео. Видео огромное количество разного видео. И те же передачи, которые были, как я вам говорил, и просто ролики о технологии. Ролики новостей. За последние полгода можете просто посмотреть, как началось строительство и к чему мы пришли сегодня. Итак, компания Skyway Capital. Как я вам сказал, ее задача – привлечение инвестиций. Да. Привлечение инвестиций в реализацию технологий, о которой мы с вами говорили в первой части вебинара. То есть основная цель – привлечь необходимый объем для реализации каждого этапа бизнес-плана компании, группы компании Skyway. То есть выполнение того объема работ, которое необходимо выполнить. Цель 2017 год – выведение этой технологии на мировой транспортный рынок. Система привлечения инвестиций, база ее, то есть платформа та же самая, что была использована в конце января 2014 года – это краудинвестинг. Это возможность абсолютно любых людей, проживающих в разных уголках земного шара, посредством своих денежных средств принять участие в инвестировании нашего проекта. То есть стать совладельцами технологий. Сегодня такая возможность есть. На очень выгодных условиях. Результат? Конечно же, результатом нашей деятельности будет привлечение того необходимого объема инвестиций, а у нас планируется порядка 300 миллионов долларов привлечь для реализации данной технологии, и выведение технологий на мировой транспортный рынок. Привлечение инвестиций, в принципе, у нас основано на микрофинансировании. Как я уже сказал, даже люди, скажем так, таких социальных слоев, как пенсионеры, студенты, я не хочу обидеть никого, но тем не менее это наименее защищенные слои сегодня в социальном плане. То есть те люди, у которых денег далеко не много, но даже они могут принять участие в инвестировании в нашем проекте. Потому что минимальный пакет сегодня стоит порядка 900 с небольшим рублей. Да, там небольшое количество акций, но делая определенные шаги, какие мы сейчас с вами поговорим, вы можете стать и крупным инвестором нашего проекта, при этом не затрачивая больших денежных сумм из своего кошелька. Задача, которую ставит перед собой еще компания, это создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, для привлечения инвестиций, чтобы вы максимально удобно могли, скажем так, разобраться в информации, и проснувшись с утра, даже не выходя из дома, не чище зубов, не умываясь, зайдя в интернет. Главное, чтобы у вас было дома устройство, позволяющее выходить в интернет, и сам интернет, вы можете стать инвестором в нашем проекте. Конечно же, наша задача еще обеспечить максимальную прозрачность всему тому, что делаем мы, группа компании SkyWay, и всем тем действиям, которые можете делать вы. Плюс ко всему, сообщение вам всех новостей развития проекта группы компании SkyWay и компании SkyWay Capital в частности. Опять же, условно, реализацию проекта сегодня можно разбить на 4 части. Самое главное, самое важное сегодня своевременно, это привлечение необходимого объема инвестиций для реализации каждого отдельно взятого этапа, который, я сказал, всего 15. Это строительство экотехнопарка. По мере того, как нами будет привлечена необходимая сумма денег, люди смогут инвестировать свои денежные средства уже дальше, только в адресный проект, в отдельно взятые. Те, кто инвестируют сегодня, становятся совладельцами самой технологии и в дальнейшем будут получать прибыль, либо доход в виде дивидендов, со всех дорог, которые будут строить по технологии, разработанной в низких. Кратко, опять же, компания зарегистрирована в Великобритании. Это говорит о надежности работы компании. Возможность инвестирования есть практически из любой страны мира. Важно, что инвестировать через компанию Skyway Capital вы становитесь совладельцами основной технологии, потому что в конце каждого месяца реестр акционеров компании Skyway Capital передается в реестр основного реестра держателя и данные о пакете акций, которые вы приобрели, вносятся туда. То есть вы становитесь совладельцами технологий. У нас реализована круглосуточная информационная поддержка, а также в городе Москва с 10 утра до 7 вечера работает отдел информационной поддержки, там работают квалифицированные специалисты, которые могут ответить фактически на любые ваши вопросы, если такие возникают. Они могут ответить на вопросы человека, который только хочет разбираться в информации, что из себя представляет компания, где ознакомиться с технологией, какие шаги предпринять и как, скажем так, лучше сделать на сегодняшний день, стать инвестором, какие платежные системы использовать и прочее. Капитализация денежных средств сегодня фактически составляет от 5 тысяч процентов, которые вы можете проинвестировать, и более за ближайшие 3-5 лет. То есть если вы стали сегодня инвестором в нашем проекте, то в дальнейшем вы сможете получать прибыль от каждого построенного километра дороги по технологии, разработанной Ницким. А сегодня благодаря партнерской программе, которая по сути дела подразумевает информационную деятельность, если вы сами прониклились в технологии, разобрались в ней, что она дает вам, что она может дать человечеству, вы можете делиться этой информацией с людьми, которые вас окружают в обычном мире, в мире интернета, и при этом еще создавать свой собственный бизнес, то есть зарабатывать процент от привлеченных инвестиций. Компания щедро делится со своими партнерами-инвесторами. У партнерской программы существует большое количество преимуществ. Как правило, подробно мы о них говорим по пятницам и по вторникам. Вторник в 18 часов, так же как сегодня. По пятницам в 13 часов. В первую очередь пятница у нас ориентировано на людей, проживающих в восточных регионах Российской Федерации, в Дневосточном округе. Но, тем не менее, основные какие положения. То, что у нас достаточно высокий процент выплат, я вам говорил, до 20% от привлеченных инвестиций вы можете зарабатывать. Есть большая глубина, с которой вы можете получать доход, причем даже не от своих собственных действий, а от усилий людей, которые уже благодаря вашей рекомендации, ваших людей стали создавать свой собственный бизнес, привлекать инвестиции. Никто вас не ограничивает в количестве партнеров, которых вы можете пригласить к нам в наш проект. Вознаграждение, которое вы сегодня можете получать, деньгами начисляется вам на бонусный и на акционный счет. Это вот к тому моменту, о котором я вам говорил. Даже проинвестировав сумму 15 долларов в США, если у вас денег, как мы говорим, нет совсем, но информируя окружение свое о том, что есть такая возможность, если люди будут инвестировать, приобретать пакеты долей компании в нашей компании, в нашем проекте, соответственно, вам будет начисляться некая сумма на акционный счет. И вот эти деньги, которые на акционный счет вам начисляются, вы можете использовать на покупку пакетов акций из прайс-листа, на котором я сейчас внимание заострю немножко позднее. То есть задача партнерской программы, как я уже говорил, привлечение порядка 300 миллионов долларов США в реализацию технологий, это создание крупных региональных лидеров. У нас сегодня работают лидеры более чем в 50 странах мира, инвесторы более чем в 70 странах мира. Есть дополнительная мотивационная программа и программа вознаграждения для людей, которые активно развивают бизнес в своих регионах. В дальнейшем уже будет создание адресных проектов, которым будет принимать участие и компания Skyway Capital. Прайс-лист, о котором я говорил, в принципе, с акционного счета приобретать пакет акций можно только вот из этого прайс-листа. Он есть в кабинете каждого партнера компании Skyway Capital. Уровень доходности дисконт прописан у нас здесь в третьем столбике. И на сегодняшний день ваши денежные средства, которые вы можете проинвестировать в наш проект, умножаются от 36 раз до 350, если вы готовы купить себе максимальный пакет. Вот такой уровень доходности, который предлагает сегодня своим партнерам компания Skyway Capital. Подробнее, опять же, какие пакеты есть, какой уровень доходности, вы можете посмотреть в своем личном кабинете. Сейчас я могу вам сказать, что номинал пакетов, если в долларом эквиваленте привязываться, у нас доллар немножко скачет, 15, 30, 60, 130 долларов и пошло выше. Там и тысячи, и две, и две с половиной. Далее, у нас есть пакеты, которые вы можете приобретать, таких можно отнести и к акционным пакетам. Вот к выставке, точнее к мероприятию инотранс, у нас есть пакет, вы в течение четырех месяцев можете ежемесячно инвестировать по тысяче долларов в США в наш проект, и в итоге иметь очень выгодный дисконт. То есть первый пакет вам будет, вам может приобретаться по дисконту 235, то есть это 235 тысяч акций. Если вы в течение следующего месяца сделаете еще покупку на тысячу, соответственно 270 тысяч акций и так далее до четвертого пакета. Вы можете приобрести эти четыре пакета быстрее. Может даже в течение одного дня у вас будет начислено максимальное количество акций, более миллиона акций вы можете заработать, приобретая пакеты инотранс. У нас есть пакеты разовой оплаты большого номинала, то есть от 5 тысяч долларов до 50 тысяч долларов. В принципе эти пакеты появились по просьбе наших инвесторов из целого ряда стран Европы, где, скажем так, уровень дохода людей совершенно другой, если мы будем сравнивать, например, со странами СНГ, где вообще компания начала свое движение два года назад. Далее у нас есть возможность приобретения пакетов акций в рассрочку. Вы можете зайти в личный кабинет, нажать на кнопку рассрочки в инструментах личного кабинета и ознакомиться с каждым пакетом, потому что пакеты предусмотрены в рассрочку на разное количество месяцев, разного номинала, и на выходе вы можете получить увеличенный пакет акций по сравнению со стандартным прайс-листом. Для успешного развития партнерской программы у нас существуют инструменты. В разделе инструменты партнера это маркетинг план, в котором рассказывается, какие проценты вы можете получать. Мало того, вы можете скачать описание этого маркетинг плана СНГ и слайды, и сами демонстрировать их своему окружению. Это реферальные ссылки, благодаря которым у вас вообще появляются реферальные партнеры, идет начисление по бонусной программе. Это баннеры. В первую очередь данный раздел для людей, которые умеют вести бизнес в интернете. То есть у кого есть свои сайты, блоги, страницы в соцсетях, потому что я знаю, что есть некоторые соцсети, где можно создавать свои страницы, размещать HTML-код. То есть баннеров у нас более 60 штук, они могут стоять 24 часа на вашей интернет-странице, периодически по ним могут кликать люди. Если ваша страница посещаема, соответственно, вероятность того, что на наши интернет-ресурсы с вашей страницы через этот баннер перейдет большее количество людей, она выше. И кто-то из них может ознакомиться с информацией, нажать кнопку регистрации, это ваш потенциальный, а потом может становиться реальным партнером. Вот используйте баннеры, которые у нас есть. Раздел новостей, благодаря которому из личного кабинета вы можете отправлять новости в соцсети, в которых вы зарегистрированы. То есть рядом с каждой новостью у нас есть кнопочка, вы видите ВКонтакте, Фейсбук и так далее. Нажимая на эту кнопку, если вы зарегистрированы в той соцсети, вы пишете короткий комментарий, нажимаете разместить, новость у вас размещается на вашей странице, и те люди, которые являются вашими друзьями, либо в тех группах, в которых вы состоите, люди получат информацию, что вы разместили информацию о том-то и о том-то. Если им это будет интересно, они ознакомятся с ней, к новостям из личного кабинета, если вы их размещаете в соцсетях, также прикреплена ваша реферальная ссылка. К инструментам у нас можно отнести подобные презентации, вебинары по партнерской программе, онлайн мероприятия и оффлайн мероприятия. То есть оффлайн мероприятия – это презентация в целом ряде городов и стран. И у нас отдельно каждую неделю, скажем так, на сайте Анатолия Даровича Единицкого размещается в расписании онлайн мероприятия и оффлайн, где проходит, в какое время, на следующей неделе вы все это сможете увидеть. И каждую неделю у нас осуществляется рассылка по базе электронных адресов наших клиентов, когда, в какое время у нас проходят какие мероприятия. Плюс, какие мероприятия у нас проходят, вы можете увидеть просто в разделе личного кабинета «Расписание вебинаров». Здесь информация про онлайн мероприятия. Было бы желание узнавать о технологии, разбираться в информации и посещать эти обучающие мероприятия. То есть, в принципе, все это создано для поддержки наших партнеров. Для тех, кто хочет задать вопрос технической поддержки, ну, например, специалисты отдела информационной поддержки ночь, отдыхают, да, но у нас есть специалисты техподдержки, вы можете со страницы сайта либо из личного кабинета, кликнуть справа по панельке, которая выдвигается, ввести свой вопрос. Если вопрос такой, на который специалисты техподдержки могут ответить, да, то есть, там, о технологии, еще о чем-то, они вам быстро отвечают. Если есть какие-то сложности, касаемые, там, работы личного вашего кабинета и так далее, то они оформят заявку и специалисты отдела, которые отвечают за данную ситуацию, быстро разберутся с ситуацией этой и вы получите свой ответ и решение вопросов. По сути, вот то, что я хотел вам рассказать, я вам рассказал. У каждого из вас сегодня есть отличная возможность стать совладельцем технологии, принять участие в развитии мощного инновационного инвестиционного проекта, да, вот, и в дальнейшем обеспечить, скажем так, финансовое будущее спокойно себе, своим детям, внукам, но при этом еще получить моральное удовлетворение, то, что вы помогли реализовать технологию, разработанную Ницким, и которая очень сильно повлияет на развитие человеческого общества в целом. Появятся и новые рабочие места, и экология планеты изменится в лучшую сторону, да, то есть мы сможем эту землю передать по наследству своим потомкам. Телефон нашей компании, нашего отдела информационной поддержки вы увидите на данном слайде, адрес, где мы находимся. Кстати, если вы можете быть проездом в Москве, либо вы из московского региона, вы можете посетить наш офис, то есть мы не закрыты от инвесторов, единственное, что нужно сделать по этому телефону, позвонить своему менеджеру, а, как правило, каждый человек, который регистрируется, через какое-то время у него появляется менеджер, которого закрепляют за этим человеком, и если вы готовы общаться с менеджером, получать новости, решать вопросы, пожалуйста, это сделано специально для вас. Ни в одной компании такого отдела нет. У меня все. Через 10 минут в вебинарной комнате будет проведено еще одно мероприятие, которое будет проводить Владимир Маслов. Он будет рассказывать об адресных проектах. Рекомендую посетить данное мероприятие. По поводу вопроса, вот мне задала Тамара вопрос, в миллионном городе можно ли построить данную дорогу. Да, можно. Как раз-таки одно из преимуществ транспорта SkyWay, то что она встраивается даже уже в готовую инфраструктуру тех городов, которые построены. Потому что она занимает очень мало места. То есть ее можно построить над уже существующими, например, дорогами, и будет передвигаться транспорт. Ну а между поселками и деревнями, соответственно, можно легко строить данные дороги. Вот таким вот образом. Мне осталось только поблагодарить вас, что были сегодня с нами. Людей не очень много. Но тем не менее, как я всегда говорю, пришлите, кому это надо. Здоровья вам, любви и денег. До новых встреч на наших мероприятиях. Завтра днем буду рассказывать о партнерской программе. Приходите, зададите свои вопросы, если какие-то появятся. Приглашайте людей, которые не прочь были бы зарабатывать деньги сегодня. Потому что все-таки это, наверное, важный аспект жизни каждого человека. Не деньги ради денег, а деньги для того, чтобы что-то реализовать в своей жизни, в жизни родных и близких. Помочь кому-то. Создать что-то большое и великое. Чего я вам и желаю. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...